Вы знаете, у нас же с вами была одна встреча индивидуальная, там тоже была похожая тема, и вы там сказали, что женщина уже с мудростью должна, как-то вы сказали, вдумываться, не влюбляться, не впадать, а вдумываться. И меня это, если честно, я начала замечать за собой вот эти изменения состояния, мне очень помогли эти слова. Я не помню, что я сказал вдумываться, но я мог сказать, не спешить, наблюдать, не отрешенно, а задавая вопросы смело. И один из прекрасных вопросов сказать, ну, как-то, если уже идет дело к тому, что вот вечерком, может быть, как-то на чашечку кофе и все, очень так мягко, доброжелательно, ненавязчиво. Дорогой, а где ты работаешь? А сколько ты получаешь? А я настроен серьезно. И мне очень важна состоятельность мужчины. Потому что по сексу может совпасть, по эмоциям будет круто. Но если женщина возьмет мужчину, ну, как сказать, у которого зарплата, ну, тысяч на десять ниже, это значит, она должна стать главой. Это значит, она несет ответственность за семью. Это такое душепопечение будет реально, а не партнерские отношения. Мужчина, который пытается на женщину навесить свои психологические проблемы. Мужчина не подходит. Мужчина, который психологизирует контакт. Начитаются психологии, эзотерики и начинают. Этот у тебя внутренний критик включился, надо проработать теневой аспект. То есть ты, да, у тебя тело боли включилось. Когда вот вместо простого разговора идут какие-то психологическое насилие под видом оценок и так далее. На входе я устраиваю тебя, да, ты мне устраиваешь, все. Остальное развитие сюжета. А, еще такие ловушки, как переделать мужчину, чуть-чуть сделать более удобным для себя. Вот так, конечно, процентов 73 подходит, остальное доработаем в процессе, так женщины эти говорят. Ну, это же... Вот хотел об этом сказать. Грешим иногда этим. Да, это полный отстой, но доработать что-то можно. Ну, как? Честным ходом. Не манипулятивно. Честным сказать. Сказать. Знаешь, есть вещи в нашем взаимодействии, с которыми мне сложно. Тебя, как человека, принимаю. Но мне очень важно просто тебе это сказать, чтобы мне внутри не греться на эту тему. Ну, не гонять внутри. Вот, и тогда говорится. Я принимаю тебя полностью. Есть вот такой аспект. Мне трудно это переносить. Я тебе не мать. Я не собираюсь там что-то контролировать или замечания делать. Но если ты видишь, у меня что-то такое сдалось, сжалось внутри. Ну, то есть... Ну, и как-то я так, ну, не могу. Я просто тебе говорю, ну, о чем это. Мне пока еще это сложно. Я жила одна. У меня есть жизнь, есть уклад какой-то. Вот. И вот есть какие-то вещи привычные, есть непривычные. А это, как правило, относится к вопросам больше такой гигиены совместной жизни. У нас это разные гигиенические и гастрономические стандарты. Или мы умеем об этом честно говорить. Или мы каждый раз напрягаемся и пытаемся переделать. Второе. Это вопрос финансов. Если делать тут партнерским отношением, это мы говорим открыто. Деньги – это просто процессы, а не какие-то сложные чувства. Вот когда чувства и деньги связаны, это очень серьезная вещь. Это просто процессы. Вот. И здесь очень важно честно говорить и состоятельность какая-то финансовая. Ну, вплоть до того, что если мы живем у меня, то давайте тогда квартплата, продукты на тебе. Ну, условно говоря. Ну, да, да, да. Ну, чтобы об этом честно говорить. И, конечно, еще самый важный момент вас скоро ожидает эта замечательная штука. Это когда вот она наиболее сложная, но если партнеры, супруги находят в этом, то есть пробьют вот этот вот канал говорения, то это ведет к большей, ну, что ли, гармонизации и открытости. Есть что-то такое в сексуальном взаимодействии мужчины и женщины, что одному так, а другому это не очень. И если мы входим в это состояние телесности, обнаженности, пульсации, мы там не говорим, не предъявляемся, а только терпим или отказываем, но без слов, в обычной социальной жизни здесь происходит как бы охлаждение. Потому что мы туда пошли без слов, чем-то там занимались, перешли сюда, типа, на кухню, утром завтрак, и мы ни о чем том не говорим. Вот когда мы научаемся об этом говорить, ну, честно, бережно, деликатно, как мне трудно, а как мне хотелось бы. А другой говорит, мне вот это вообще очень потом после этого плохо. Ну, если тебе хотелось бы, ну, просто и ты настаиваешь. Ну, просто они говорят уже, все. Ну, да, уже. И это самая такая табуированная тема, но как только она разблокируется через честное проговаривание, ну, как сказать, то тогда ясности больше, контакта больше, честности больше. Это здорово вообще. А если, предположим, одному из партнеров сложнее, ну, то есть, ну, для примера, да, если я готова об этом говорить и что-то говорю, ну, достаточно нежно, там, предлагая, может быть, что-то, а партнерный, я чувствую, что стена для него, это вот, как вы говорите, табуированная тема, но в каких-то других вопросах он, ну, там, совпадаем в чем-то с ним, то здесь имеет смысл еще раз попробовать, или это уже насилие какое-то будет? Да, можно говорить, но ведь можно говорить по-разному. Ну, да, там с интонацией, с... Да, потому что если женщина, ну, нежная, мягкая, теплая, и ко всем частям ее тела можно прикоснуться, а тут нам надо поговорить о нашей сексуальной жизни. Ну, как бы... Страшно. Страшно, как будто пришла другая и будет ругать за то, что я с той делал. Поэтому, поэтому, ну, как бы, я не знаю, это моя внутренняя женщина сейчас мне подсказывает, скажи. Поэтому, когда, например, там, Александра или Анастасия, или Ира, или, может быть, Ольга, куда-то туда вот в это вот женское, нежное, мягкое сходило, телесное все, и там что-то было для нее непривычно, трудно или неприемлемо. То есть, мужчине хочется, а ей, ее прямо после этого аж закрывает от мужчины. Вот. Это завершилось, прошло, и вот наступил другой вечер, мягкое освещение, и она так вот, как бы практикуя простую нежность, такую добрую, он сидит на диванчике, что-то читает там свой телефон, например. Она так расположила голову ему на коленочку. Вот. Так, телефон так, очень так, кокетливо так у него, хоп, играючись, очень-очень по-женски. Может быть, она ему скажет, слушай, вот, есть у нас хороший мускат, или кинзомароли. Хочется красного, красник, вот, просто давай чего-нибудь просто. То есть, она переводит на вот интимность, тональность, интимность, ну, как бы, не отрицающий сексуальный контекст, но не предполагающий, что мы сейчас это, потому что с бокалами очень трудно в это все идти, это как-то будет эпатажно. И вот она как мягко так, ну, тему так прикасается, ну, говорит, вообще вот очень, сначала она отмечает хорошее. Хорошее, да. Да. Слушай, ты так тонко меня чувствуешь, ты все. И вот здесь подойти к тому, что хотелось бы как-то и, ну, вот донести, вот здесь очень деликатный переход, тут все очень индивидуально, чтобы это не было как будто слишком, то есть создать вот промежуточную зону сексуальной интимности, социальная жизнь, а вот здесь вот такая домашняя интимность, душевная. Вот если ее нет, то мы или здесь, или здесь. Вот если вот этой домашней интимности, где мы, ну, просто домашней, где мы любящие, но любящие как-то иначе, там что-то росток, волосики погладила как-то, посмотрела вот так вот, где есть доброта, любовь, забота и телесность, которые не входят. Вот этот мост необходим. Если этого моста нету, то вот эти два берега может разнести в разные стороны. Я себе записала даже. Да. Домашняя интимность. Да. Да. Когда они вместе вдвоем и когда они, например, какое-то правило, такие домашние правила, которые вводятся на какой-то такой добровольной основе. Ну, вот, например, у нас, например, в моей такой центровской семье есть правило за просмотром фильма, когда мы вместе смотрим и за ужином и обедом и завтраком тоже, телефонов нет. Тогда у нас мы едим внимание к пище. Это очень важно, потому что вкус. Мы едим пищу, а не просто биомассу какую-то. И тогда какой-то разговор. Иногда поверхностный, иногда более глубокий, иногда приходим после фильма на ужин и прям продолжаем говорить. Например, это хорошее семейное правило в эпоху, когда недостаток душевного контакта мы глушим интернетом. Вот. И это так как-то нужно вести прям точно волну. Или стоит попробовать. А давай, а давай вот, ну, чтобы нам, потому что мы только за ужином не общаемся. в основном в день. А давай просто вот так вот, типа, на раз, два, три, если ужин, мы только говорим друг с другом. Я как прецеденты, я как введение правил и ограничений, как избранные вместе такой, как бы, осознанной необходимости. То есть, ну, мы видим, что это ограничение полезно. Иначе, ну, мы же из-за этого интернета не вылазим. Там сидим с ногами. А поговорить друг с другом. Мы же вроде съехали, чтобы жить вместе друг с другом, а каждый сидит в интернете. Ну, что это за хрень такая? У каждой своя там френд-лента и все. Вот. Еще, например, там, как время, которое проводится вместе, и, например, одно воскресенье она куда-то в свои пространства любимые ведет. И, может, это очень женское пространство. Может, женский клуб анонимных работ. Кого? Вязальщиц. Вот. И так она как-то... И он идет. Может, это будет только на полчаса. но как-то я хочу свой мир там или свой фильм показать любимым. В следующий раз он. И вот это взаимопроникновение миров и есть домашняя интимность. Потому что секс – это вообще дело очень понятное, нехитрое, биологически обоснованное там особой душевной работы. Ну, если формально все не надо. Если есть интимность, то сексуальная жизнь превращается просто в творчество высочайшего уровня. Но если этой штуки нет, это просто механика. То есть личностное отношение «я вижу тебя, ты видишь меня». Мы вообще об этом собирались говорить? Вообще нет. Давайте уж хоть чуть-чуть о вашем поговорим. Нет, но это очень ценно, и я, наверное, искала ответ на вот эти вопросы. Вот домашняя интимность, вы просто в сердцевину попали. То, что важно было. raz Si повсюду. Я подсказ